Несколько дней назад в нашем сообществе на YouTube я написал, что пришло время делать разбор на Дмитрия Головинского. И буквально в течение часа он сам ответил на этот пост, что несколько меня удивило. Тем не менее, перед тем, как даже говорить о возможности делать какие-то совместные стримы, необходимо рассмотреть непосредственно сами ролики Дмитрия. И со второй попытки нам удалось найти у него интересное видео про подтягивания, обсудить их с научной точки зрения, с точки зрения тренировок именно на турниках и брусьях, посмотреть, помогут ли его рекомендации по увеличению количества подтягиваний тем, кто хочет научиться подтягиваться и хочет подтягиваться больше. На канале Дмитрия есть видео под названием «Программа по подтягиваниям. Начальный уровень от 1 до 12 раз с собственным весом». И именно этот ролик мы будем сегодня обсуждать. Небольшая ремарка. На самом деле о Дмитрии Головинском я знаю уже больше, наверное, 10 лет, с тех пор, как один использователь сайта Workout.su про него написал, дал ссылку на его ресурс Last Man Standing и про периодизацию нагрузок посоветовал там прочитать. И, честно говоря, был невероятно удивлен, узнав, что Дмитрий Головинский моложе меня. Поскольку я знал про него уже больше 10 лет, я думал, что ему лет 40-45 примерно. А оказалось, что он моложе меня, представляете? Это... Честно говоря, для меня это стало очень большим открытием. Вот, тем не менее. Вторая ремарка, которую хочется сделать. Начальный уровень от 1 до 12 раз. Мне непонятно, сразу скажу, почему был выбран именно такой промежуток, потому что я делаю совсем другое разделение. Я разделяю уровни следующим образом. 0-1, то есть человек, который не умеет подтягиваться, и вот с уровня нуля до единички, когда он уже смог один раз полноценно, самостоятельно подтянуться. Затем 1-5, когда нагрузка действительно велика в этом упражнении, подтягиваться тяжело и подтягиваешься очень и очень мало. Затем 5-10, это переход уже от силовой работы к работе на силовую выносливость. Следующий этап это 10-20, до 20, просто потому что уже ты больше работаешь на выносливость, и у огромного количества людей нет проблем научиться подтягиваться 12, 15, 17, даже 19 раз. Но вот 20 становится таким своего рода ментальным барьером, об который многие спотыкаются. Хотя на самом деле ничего сложного в 20-ке нет, и 20 ничем от 19 не отличается. Но почему-то многие считают, что это тяжело. Дальше от 20 до 30 уровень, когда ты уже используешь различные техники для того, чтобы подтягиваться чисто и так много. И в плане работы на выносливость, в плане общей нагрузки, это гораздо сложнее, чем подняться с 10 до 20, конечно же. Ну и дальше больше 30, честно говоря, у меня рекорд был 35-36 подтягиваний, и там же просто становится это очень долго и очень скучно. Но принципиальные сложности между переходом от 25 до 30, допустим, и от 30 до 35 я никакой не заметил. У меня даже не было целью увеличить подтягивания, это само собой произошло. И я мог бы и дальше идти там до 40, но выше 40 не знаю, до 40 точно мог дойти. Но просто зачем? То есть реально становится очень скучно, это очень долгий подход, особенно когда ты делаешь качи, а не просто там ножками дрыгаешь, да, и поднимаешь себя. Это становится очень скучно, очень тяжело, и ты просто теряешь всякое желание на тренировках. Не то, что на каждой тренировке, а даже там через тренировку все равно так делать. Просто потому, что это действительно требует большого уровня сфокусированности, большой такой силы воли для того, чтобы выкладываться. Я потерял интерес и перешел на выходы силы, на их количество. Я думаю, именно поэтому, кстати, многие там, Максим Трухановец, Евгений Лось, они переходят с подтягивания на количество, именно на выходы, потому что нагрузка та же, а количество нужно делать меньше, и не нужно так долго быть сфокусирован. Вот, так что я не могу разделить, не могу выделить вот этот вот этап от 1 до 12, потому что для меня здесь несколько этапов. 0-1, 1-5 и 5-10, да, 5-10-12. То есть здесь три разных этапа, которые требуют разного подхода к тренировкам. Посмотрим, что будет рассказывать сегодня Дмитрий. Однажды Дмитрий Головинский задался целью увеличить количество подтягиваний и успешно решил эту задачу. План, по которому он занимался, был выложен в открытый доступ, и многие получили по нему прибавки, никак не модифицируя программу под себя. В этом видео автор предлагает базовые программы по подтягиваниям для начального уровня. В них вылился весь опыт, полученный самим Головинским и лицами, которые занимались под его руководством. Если вы подтягиваетесь от 1 до 12 раз, то, используя предложенные планы, сможете быстро и уверенно улучшить свои результаты. Совершенно бесплатно. Без скрытых условий. Просто эффективно. Дорогие друзья, всем привет. Это вводное видео к моей программе подтягиваний. Программа начального уровня, рассчитанная на атлетов, которые могут подтянуться от 1 до 12 раз. Это видеоприложение к программе. Саму программу вы можете найти в описании к видео. Есть PDF-файл, есть Excel-ка с самими прогами. Посмотрев этот видос до конца, вы, в общем-то, если вы являетесь целевым атлетом, то есть спортсменом, который подтягивается от 1 до 12 раз, неважно, в какой технике. Это тоже вопрос обсуждения, скажем так. И использовав, собственно, данные программки, вы сможете улучшить свой результат. Никаких регистраций, смс, реклам. Все как бы четенько. Посмотрите видео до конца. Внизу в описании программка. Есть PDF-чик, есть Excel. Ну, вот за такой подход, конечно же, Дмитрию уважение, потому что я тоже считаю, что знания – это не товар. Они должны распространяться свободно, бесплатно. И поэтому обязательно размещу ссылку на этот его ролик, где вы найдете ссылки на программы, PDF-файлы, Excel-файлы. Я их посмотрел. У меня возникло очень много вопросов к ним, потому что я вообще не понял методологию, которая была заложена в эти цифры. Но я надеюсь, что этот ролик мне на все эти вопросы ответит. Программы можно использовать как угодно. То есть, если ты, например, трейборец и хочешь разнообразить свое ОФП, то ты можешь взять проги и делать их нетренировочно, например, дней. Или можешь встраивать в тренировку. Но вот вопрос встраивания в тренировку, он, скажем так, про него нужно сказать, что? Желательно ставить не первым упражнением, а вот после какой-то базы, например, там после жима лежа, после приседа, да? Но эта база не должна включать мышцы, которые у нас участвуют в подтягиваниях, а именно бицепсы, спина и так далее. То есть, если ты делал какой-нибудь тягутый гриф о первом упражнении, то не катя. Например, там присед, какие-нибудь жимы, ноги, плечи, все что угодно. А вторым уже можешь ставить прогу из подтягивания. Значит, или можно делать вот так вот в отдельные нетренировочные дни. Выходить на площадку, или если у тебя труничок дома, то вообще ништяк. Но, конечно, разогрев. То есть, ты должен там вот это вот. А еще лучше взять, например, вот у меня резиновая петля, я сразу ее приготовил, да? Поразминать себе аккуратненько, да? Вот эти все моменты, раз. Вот эти все моменты. Потому что мы знаем, что на подтягиваниях часто бывает, страдают там локти, медиальный эпикандилит, связочки. Хорошая активная разминка. Можно немножечко пробежаться. Вот ты вышел, да? И если ты на тренировке делаешь, то уж тем более, конечно же, ты должен хорошо, тщательно размяться. Минуток 10 вот такой вот работы. И потом мы приступаем. Значит, сама программа. Да, все очень правильно говорит и про разминку, и про использование петель для разогрева тоже. Вот здесь я размещу ссылку на отличнейший комплекс разминочный, который использует Максим Трухановец перед своими занятиями. Мне повезло, когда я был в Минске, удалось заснять это на видео и со всеми вами поделиться. Соответственно, используйте всегда, особенно сейчас, когда начинает холодать, когда мышцы уже не такие разогретые. Просто от того, что ты пришел на тренировку, очень важный момент, если не хотите получить никаких травм. Особенно, если у вас пока еще низкий уровень и подтягивание является тяжелым упражнением. Она включает всего два упражнения. Одно обычное подтягивание и второе подтягивание с резиной. Для спортсменов указана конкретная градация. Для спортсменов какого веса, какая резина используется. Значит, ну уж извините, резина это тот момент, который вам нужно будет приобрести. По очень простой причине. Если вы подтягиваетесь от 1 до 12 раз, то подтягивания с собственным весом для вас они априори сложны. То есть, это, знаете, построить тренинг только этой нагрузкой. Можно, но это будет, скажем так, не совсем рационально. Рациональнее строить тренинг с использованием некой легкой средней нагрузки. И, соответственно, тяжелой. Если вы подтягиваетесь от 1 до 5 раз, то у вас в любом случае это вообще без этого никак. Если больше 5 раз, то, конечно, это, знаете, такой метод надстройка, усиление. Назвать как хотите. То есть, естественно, я ориентируюсь на тех, кто ценит свое время, кто хочет быстро прорессировать и пройти вот этот рубеж 1-12 за какое-то непродолжительное время. Итак, два типа подтягиваний. С резиной и, собственно, весом. Значит, резина вот у меня. Ну, вот это момент, на котором следует остановиться. И если посмотреть файлы, то действительно у него вся тренировка подтягиваний, направленная на увеличение количества, состоит из всего двух упражнений, и в которых делается очень маленькое количество повторений. Я не знаю, будет ли Дмитрий дальше рассказывать об этих моментах, но меня это очень сильно смутило, потому что мне кажется, что уровень нагрузки, который он дает за эти несколько подходов, он неоптимальный. То есть, по какой причине вы не можете делать больше подтягиваний, если вы сейчас подтягиваетесь больше одного раза, но меньше там 5-10. Потому что вам в первую очередь не хватает силы. Силы мышц спины, силы мышц рук. И логично было бы добавить какие-то подводящие упражнения, более легкие. Вот здесь Дмитрий использует подтягивания с резиной. Но помимо подтягивания с резиной можно добавить также австралийские подтягивания. Скажем, несколько подходов, где нагрузка значительно меньше, но она идет на целевые мышцы спины и рук. И также можно было бы добавить такое хорошее упражнение, как отжимания от пола, обычные, где работают те же самые мышцы, но они работают уже как антагонисты, потому что основную работу выполняют, естественно, мышцы груди и трицепса. На практике всех людей, которых мы тестировали, кому кто учился увеличивать количество подтягиваний от 5 до 10, и кому мы добавляли 100 отжиманий от пола в течение дня, у них прогресс начинал резко ускоряться. Именно за счет того, что улучшается, повышается, повышается общий уровень физической подготовки, сила рук, сила спины, груди, пресс включается в работу. И за счет всего этого им становится затем легче учиться подтягивания, за счет того, что у них получается лучший контроль тела, за счет того, что мышцы становятся сильнее по всей антериорной и постериорной сторонам. Поэтому использование исключительно двух упражнений, и в сумме там буквально несколько будет подходов на несколько повторений, мне кажется крайне малым, если мы говорим о том, как научиться больше подтягиваться в короткие сроки. Ну, может быть, Дмитрий сейчас об этом расскажет дальше, я не знаю, сейчас посмотрим. Но, исходя из самих таблиц, мне вот этот момент показался очень странным. Напишите в комментариях, что вы думаете на этот счет. На ней написано Way4U, и на русском у нее 1754, то есть такая, какая рекомендована для атлетов 90 килограммов или больше. Естественно, она снимет мне довольно много, и подтягивания с резиной для меня сравнительно с подтягиваниями собственным весом будут гораздо облегчены. Опять же, градация резин, я выведу на экран, плюс она, естественно, в самом файле в программе есть. Да. Что касается градации, да, я, в принципе, плюс-минус согласен. Может быть, ну, в принципе, да, там он пишет, что самая легкая черная резина. В России обычно это для такого уровня сопротивления используется красная резина, а не черная. Вот, черную вы вряд ли найдете, поэтому вот красная, фиолетовая, зеленая, основные резинки, да, в целом плюс-минус, да. Вот вы пришли, вот вы размялись. Сперва всегда идут упражнения с резиной. Вы, вы подходите к турничку и крепите резину и делаете не так, как вам в голову взбрело. Вот некоторые коленями залазят. Джефф Ковалей вообще одной ногой в нее залазит. Не надо этого. Вы делаете что? Вот берете вот так вот обычную эту штучку, вот сюда. В принципе, нет никакой разницы, ставите вы обе ноги одну ногу или коленями. Просто если вы ставите колени, то резина будет меньше растягиваться, соответственно, будет меньше вам помогать во время подтягивания. Ее сила упругости напрямую зависит от того, насколько резина растянута. Если вы ставите одну ногу, то вам еще надо будет немножко включать больше в работу мышцы пресса, мышцы кора для того, чтобы ваше тело не болталось. В этом плане, конечно, когда вы ставите две ноги на опору, то все это получается ровнее. Но принципиально никакой разницы нет. Особенно такой, чтобы материться по этому поводу. Несерьезно. Сейчас. Я сразу, чтобы же не этот. Вот так вот ее ровненько, да? Ровненько. Вот так вот пропустили. И вот здесь вот один вот хоп, вот смотрите, да? И все, оно здесь ровно, красиво. Резина должна быть по центру. Я это уже объяснял. Но, конечно, пользователь программы, он может не видеть моих старых видосов, зайти. Моя задача какая? Чтобы все вопросы закрыть, чтобы человек забыл, проработал, сделал 12 раз. И это не было для него существенной проблемой. Значит, закрепили вот так. Потом двумя ножками. Не бойтесь, оно вас не убьет, оно не отстрелит. Она, как правило, качественная. И, да, смотрите, чтобы на ней не было заусенцев. Это, в общем-то, главный критерий того, что резина может внезапно отстрелить и бахнуть вам не знаю куда-то. Поэтому вот так вот сделали. Сразу же залазим ногой. Вот сразу, вот, смотрите. Хоба. И продавливаем в самый низ. Вот встали. И точно так же второй ногой. Вот. Встали четко по центру. Взялись за перекладину. И вот мы готовы выполнять подтягивания. Только так. И все. Никаких колен в резину мы не запихиваем. Ничего мы не делаем. Вот. Значит, манера выполнения. Многие стоят колени в резину, а не ногу целиком, потому что им тяжело просто продавить резиновую петлю вниз. Особенно, если это зеленая резиновая петля. Если ее тяжело растягивать. В этом плане я могу только порекомендовать найти турник, который находится рядом с шведской стенкой. Вот у него на заднем плане есть такой турник. Потому что вы тогда сможете повесить нормально резину. Вы еще потом сможете ее удобно снять. Потому что когда вы на ней позанимаетесь, она затянется. И ее надо будет растягивать, чтобы вытащить. Вот. И также вы сможете, используя опять шведскую стенку, подняться на шведской стенке. И вставать уже ногами в резиновую петлю, растягивая уже весом своего собственного тела. А не силой своих трицепсов. Вот такой небольшой совет тем, у кого возникает проблема с растягиванием тяжелой резиновой петли. Чтобы не ставить колени, а ставить ноги целиком, чтобы максимально использовать всю ту помощь, которую может дать резина, можно использовать такой подход. Вот здесь, вот здесь. В общем-то, главный вопрос. Как вы произвели контрольное измерение, так же, в общем-то, вы должны делать вот это вот все. Но здесь два очень важных момента в программе. Очень важные моменты. Что же это за моменты? Значит, первое, вы не должны никак усложнять резину. То есть, если она легкая, она должна быть легкой. Это первое. Второе. Как с резиной, так и без веса вы должны делать вот так взрывной динамический темп. Никаких медленных туда-сюда. Не надо этого. Просто взял, взорвался, завел подбородок. Только взорвался как? Тут все, конечно же, ровненько. Повис, расслабился, провис. Бабах, залетел, повисел. Можно не висеть, смотри сам. Вот это главный критерий. Работать в динамическом режиме. Понимаете? Это вот важно. Приучайте себя к тому, что у вас... Вот что происходит, когда вы работаете в динамике? Ну, непонятно почему. То есть, необходимость деланья... Деланья? Контрольного замера перед началом прохождения программы, она понятна. Вы делаете в определенной технике свои подтягивания в начале программы и делаете в точно такой же технике свои подтягивания в конце программы и, соответственно, смотрите на результат, на то, сколько вы смогли прибавить. Для того, чтобы можно было сравнить эти два показателя, вы, естественно, и делаете одну и ту же технику, чтобы они были сравнимыми. Почему нужно делать именно в такой вот взрывной технике, мне, честно говоря, непонятно. И я не знаю, будет ли он объяснять дальше этот момент, но я, наоборот, сторонник того, чтобы упражнение выполнялось подконтрольно, выполнялось медленно, потому что тогда вы получите максимальную нагрузку на свои мышцы. Если вы резко поднимаете себя вверх, то общее время, которое под нагрузкой находится мышца, оно меньше, чем если бы вы медленно себя поднимали вверх. И если мы говорим про работу на количество, то чем больше количество, тем, соответственно, больше времени ваши мышцы будут находиться под нагрузкой. И в этом плане, наоборот, если вы будете тренироваться выполнять медленно подтягивания, то потом, когда перейдете на более быстрые, вам будет легче, потому что вы будете тратить меньше сил на каждом повторении, и, соответственно, запасы у вас будут больше. Зачем учиться сразу в взрывном темпе, если это не выхода силы? Есть упражнение, где оправдано использование взрывной силы. Это выход силы, допустим, да? Там действительно нужно сделать рывок для того, чтобы высоко подлететь и сделать выход. Но в подтягиваниях такой рывок не нужен. И поэтому вопрос выбора техники остается исключительно за вами, в зависимости от ваших целей. Говорит о том, что есть одна единственная техника, в которой нужно делать, да еще и матюгаясь при этом. Но это неправильно. Неправильно. У вас мышца сокращается вся. Ну как вся? Ну, в зависимости, конечно, от вашей нейромышечной эффективности, так называемой, не будем углубляться сейчас в дебри. Но, конечно, когда вы работаете в взрывном режиме, большая часть мышц сокращается. Это приводит к тому, что, конечно, эффективность работы выше. Вот вы сделали подход. Ну, говорить о нейромышечной связи у людей, которые подтягиваются всего парочку раз, довольно, наверное, сложно. Потому что они даже еще не понимают толком, как именно включать в работу все их мышцы. И опять же, поскольку в программе отсутствуют, допустим, такие упражнения, как австралийские подтягивания, направленные непосредственно на развитие нейромышечной связи и обучение человека правильному отведению лопаток, выведению груди вперед и всяким подобным вещам. То странно. Странно использовать это в качестве аргумента. В плане того, что у вас используется, работает вся мышца, а когда вы подтягиваетесь, работает не вся мышца. Как это должно работать? Интересный вопрос, на самом деле. Интересный. Надо бы его изучить. То есть, понятно, что если вы, допустим, делаете рывок штанги, то вы задействуете больше мышц, чем если бы сделали его медленнее, подняли бы это все. Наверное, да. Наверное, да, потому что приращение идет. Если взять производную по силе, по времени, то требуется больше сил для того, чтобы за меньшее время выполнить упражнения. Логично. Это что касается взрывных упражнений. А вот что касается подтягиваний, я не уверен. Не уверен, потому что если вы подтягиваете медленно, у вас-то и время больше. Понимаете? То есть, время больше, значит, и сил нужно больше. Палка от двух концов. Надо поразмышлять на эту тему, поразмышлять. Значит, отдохнуть. Достаточное время. Достаточное время отдохнуть. Отдых должен быть. Вот вам нужно, например, 4 минуты. Отдыхайте. Никакой забивки. Никакого пампа. Ничего не должно быть. Отдых между подходами здесь очень важный момент. Минимум я вроде как, я уже не помню, сколько я прописал в файле, да, по-моему, минимум я написал 2 минуты. И это действительно от 2, там, 5, можно 6 минут. Смотрите, да, вот. Но минимум 2 минуты вы должны отдохнуть. Отдых, естественно, активный. То есть, мы ходим. Все такое. Продукты распада мышечной работы должны выйти из вашей... Вот птицы разорались. Я... Продукты распада должны выйти из ваших мышц. То есть, вы должны поработать вот в таком режиме. И, соответственно, сделать достаточный перерыв. И потом снова вы делаете столько подходов и столько повторений с резиной, сколько указано в программе. После чего снимаете резину и продолжаете делать оставшуюся часть на турнике. Отлично, они улетели. Значит, вот важные моменты, да? Вот, кстати, непонятный момент, почему у него сначала идет более легкое упражнение, подтягивание с резиной, а потом идет более сложное, подтягивание без резины. Хотя, по всей логике, наверное, имело смысл наоборот. Пока ты свеж после разминки, разогрет, и у тебя много сил, ты можешь выполнить подтягивание с собственным весом более тяжелого упражнения. После того, как у тебя силы закончились, ты сделал несколько подтягиваний с собственным весом, ты уже тогда берешь резину и делаешь более простые упражнения, которые требуют меньшего количества сил. И у тебя, собственно, меньше сил, и ты делаешь его. И это было бы логично. А потом еще было бы логично добавить, допустим, австралийские или отжимания от пола в программу, направленную исключительно на увеличение количества подтягиваний за наименьшее время. Не беру в расчет остальную программу, которая есть, особенно если кто-то занимается троеборьем с железом, и это может идти вразрез с этими вещами. Вот я говорю про тех, кто хочет увеличить количество подтягиваний. То есть первое, взрывной режим, вот два момента, да. Взрывной режим раз, отдых между подходами два. Это вот такие моменты, которые важны, на них важно обращать внимание. Отдых между подходами, да, взрывной режим непонятно, не убедил. Ну, в общем-то, вроде бы все. Сейчас ты скачиваешь прологи под свой уровень, да. Еще что, конечно, важно, чтобы, опять же, про то, что не усложнять уже говорилось, можно еще как делать. Вот, например, человек некий там делает, допустим, три идеальных повторения. Вот, при этом, конечно, если так прикинуть, то он может сделать пять грязных. Так вот, допустим, если вы, например, уже делаете некие 12 грязных, то вы можете сделать в утрированно чистый, например, манер, скажем, раз 8, и эту прогу использовать. Хотя, казалось бы, да, вы уже практически вышли из целевой аудитории. То есть, конечно, подтягивание – это такое упражнение, где можно варьировать высоту подъема и где можно варьировать частоту подъема, то есть включение или полное исключение из работы ног. То есть, можно как грязными делать, так и чистыми. Чего, конечно же, нельзя делать. Вот чего нельзя делать. Это как-то удлинять время под нагрузкой. То есть, вы не должны сильно затягивать или фазу подъема, или фазу опускания. Подъем максимально взрывной быстрый, опускание аккуратное, подконтрольное. Все. А почему? Ну, то есть, серьезно, почему? Чем принципиальная недопустимость затягивания? Понятно, что так будет тяжелее. Да. Но так будет и больше нагрузка. И, соответственно, мышцы получат больше стресса. И, соответственно, быстрее добьешься желаемого результата. Введение закончено. Вроде бы все объяснил. Все, что было нужно. Хват, опять же, программа рассчитана на хват пронированный. То есть, вот такой. Хват от себя. На хват супинированный, прога не рассчитан. То есть, вот так. Если вы прозанимались по основному варианту программы, там вариантов два. Принципиальная разница между этими двумя хватами в части увеличения количества подтягиваний, нет. Это то же самое, что и техника. Как вы вначале вот сделали контрольное измерение, в какой технике, такое же вы делаете в конце. Никто не мешает вам вначале сделать с супинированным хватом и всю программу пройти с супинированным хватом и тоже получить результат. Если только ваши плечи позволяют это делать, да, у вас здоровые плечи, никаких травм вы не получаете. Можно делать нейтральным хватом. Это вопросы к технике, но они не относятся к непосредственно программе в данном случае. И вдруг почему-то вы должны сделать прикидку как на старте, так и по итогам пятинедельного цикла программы. И вот почему-то вы не прибавили. Не знаю почему. Плохо вы питались, нервы, или вы сильно, наоборот, хорошо питались, слишком вы сильно прибавили в собственном весе. Вам предлагается еще дополнительный вариант, тоже пятинедельный. Если по итогу дополнительного варианта вы не смогли прибавить в результате, то тут уж, извините, я бессилен. Не знаю почему, как, существует ли вообще такое в природе, но... Может быть, потому что программа неоптимальная, и в ней всего два упражнения, достаточно тяжелых, и нет никаких подводящих, нет никаких облегченных, нет никаких направленных на непосредственное развитие нейромышечной связи и работу над достающими группами мышц. Ну, я не знаю. Вариантов здесь, на самом деле, будет очень много. На этом мои полномочия все. Я не знаю, что делать. I don't know. То есть, ну, я предполагаю, что 99,9% пользователей программы при должном подходе, при должной дисциплине, конечно, прибавят. У нас есть 100, практически 20 тысяч подписчиков на канале. И, поскольку мы движемся в сторону создания собственного независимого научно-исследовательского института, воркаут, есть предложение, есть предложение. Если вы откликнетесь на него, то будет здорово. Если не откликнетесь, ну, я пойму. Есть предложение. Если кто-то сейчас находится в диапазоне 1-12 подтягиваний и хочет помочь нам в проведении исследования на тему эффективности программы Дмитрия Головинского, то, чтобы у нас были объективные данные о том, насколько она работает, насколько хорошо она работает, то, пожалуйста, в комментариях оставьте комментарий о том, что вы готовы участвовать в эксперименте, о том, что вы приступаете с понедельника, там, я не знаю, когда, к прохождению его курса. И дальше в течение пяти недель следуйте всем рекомендациям его программы и в конце, пожалуйста, напишите нам результат. А если вы будете еще промежуточные результаты скидывать, обновляя свои комментарии или публикуя комментарии к своим комментариям, будет вообще здорово. Если нам удастся собрать выборку хотя бы из нескольких десятков участников, то на масштабах 120 тысяч подписчиков, конечно, маловероятно. Я знаю, да, не все активные. Между прочим, 90, нет, сколько там, 70% смотрящих это видео не подписаны на канал. Почему-то, почему-то смотрят и не подписываются. Вот, но если получится собрать данные, будет очень круто. Это будет наше первое маленькое небольшое научное исследование на тему эффективности конкретной программы. Не самое качественное, я согласен, но какое есть. Если вы хотите, чтобы мы делали более качественные исследования, то на сайте boosty.to есть наш канал. Вы можете стать одним из спонсоров нашего канала и немножечко, переводя денег нам каждый месяц, хотя бы там 100 или 200 рублей, вы будете вносить свой небольшой вклад в развитие этого канала. Сейчас мы собираем ежемесячную сумму в 40 с небольшим тысяч рублей для того, чтобы я мог отдать все видео, которые я снимаю на аутсорсинг, на монтаж, чтобы я не тратил время на монтаж роликов, а это время отнимает очень много, можете мне поверить. И, соответственно, я мог сфокусироваться непосредственно на разборах, на поиске информации, на поиске источников, на проверке всего этого дела и так далее. Это наша первоочередная цель. Сейчас у нас 20 спонсоров. Спасибо каждому из вас. И мы собираем примерно 7 тысяч рублей, с учетом всех налогов, отчисления бустей и так далее. Дойдем до 40 тысяч, я стану намного более свободным, видео будут выходить чаще, видео будут становиться лучше, и мы будем двигаться дальше. Пока что мы делаем разборы, но наша цель – это независимый научно-исследовательский институт в сфере физической активности и здорового образа жизни. А я чувствую, что сейчас гроза нехилая собирается, поэтому давайте досмотрим ролик, сделаем выводы и пойдем по домам. В программе есть дни недели. Конечно, вы можете модифицировать ее. Дни недели расписать не понедельник, четверг, а, например, вторник – пятница, среда – суббота. Ну, не надо делать понедельник – вторник. Вот я сегодня вспомнил и завтра вспомнил, больше я не помню. Нет. Естественно, тренировки должны быть равноудалены, чтобы обеспечивать нормальное восстановление спортсмена. Что еще? О чем еще здесь нужно сказать? Конечно, вы не должны там сильно отжираться на программе. То есть должен быть спортивный какой-то режим, какие-то такие профицит, конечно же, какие-то аккуратные темпы прироста. Может быть, там, ну, за пяти-недельный цикл, если там добавят человек килограммчик, например, в собственном весе, то это нормально, ну, это годно. Если вы на дефиците, конечно, используете ее, то, ну, для подтягивания это не минус. В любом случае, за счет того, что у вас уходит, собственно, вес, у вас снижается нагрузка, то тоже, по идее, ну, по идее, главное такое противопоказание – это то, что вы прям не должны сильно отжираться, и, конечно, у вас не должно быть никаких там болячек, травм и подобное. Должен быть какой-никакой спортивный режим. Повторюсь, что, конечно, можно эти проги встраивать в какие-то системы, там, да, если вы уже занимаетесь фитнесом, пауэрлифтингом, можно либо в тренировочный день куда-то добавить вот эти проги, либо в нетренировочный день просто выходить вот так вот на площадку, как сейчас вышел я, или делать дома, если у вас дома есть на чем делать, инвентарь, турник, перекладина и подобное. Фу, ну, вроде все сказал, а что еще надо? Что я забыл, Настюх? А? Все вроде. Все вроде. Значит, я желаю вам спрорессировать, прибавить. Если вы вдруг по какой-то причине недовольны программой, напишите, пожалуйста, в комментарии объективный отзыв. Я всегда рад объективной, разумной, рациональной критике. Но, опять же, учитывая то, что я выкладывал свои лично планы на Жиробасе, и люди брали мои планы, которые ни с коим образом не адаптированы под них, и прибавляли, то вот от этой программы разорвать должно всех вообще всех. То есть, ну, тут, знаете, объединенный опыт мой, пан Артема, еще кучу людей, которые тренировали подтягивания. Приходили ко мне пацаны прям явно с предложениями ставить на них эксперимент. Это все выверено, рассчитано, помещено в таблице. То есть, вы, еще раз, да, вы подтягиваетесь, например, 5 раз, смотрите, ага, на 5 раз, берете эту таблицу, прогоняете, браво, готово, все. Тут максимально все просто, да. Это программа на начальный уровень. Все как бы. Дальше будут проги под вес, и дальше будет такая, знаете, как бы это сказать, тоже встраиваемая программа на выносливость. То есть, если у вас уже есть, например, какой-то результат 1ПМ, или просто вы хотите разогнать выносливость, просто вот такая прога, которая будет рассчитана именно на то, чтобы как-то модифицировать, надстроить к вам выносливость, и чтобы вы сместили вот это соотношение в сторону количества повторений. Вот. Все, это уже вторая моя прога по подтягиваниям. Куда-нибудь сюда я вставлю ссылочку на первую прогу. Но первая прога рассчитана на совершенствование технического мастерства, на оптимизацию самого подъема. Эта прога больше рассчитана на совершенствование физических качеств. Спасибо большое за внимание. До новых встреч. Пишите комментарии, подписывайтесь на канал. Goodbye. Вот такой вот ролик. Собственно говоря, про программу он практически ничего про саму не сказал, поэтому кому интересно, посмотрите в файлах. А, собственно, вопросы у меня были по самой программе, и на них ответы я не получил. Как я уже сказал, там всего два упражнения, и там очень маленькое количество повторений, очень маленькое количество подходов. И главный вопрос, который у меня возник, и который я вынес в заголовок этого ролика, у меня есть ощущение, что Дмитрий Головинский перепутал подтягивания и жим лёжа. Причём жим лёжа уже, когда ты идёшь на рекордные повторения, когда ты на пределе своей возможности. Он использовал ту же, такое ощущение у меня, методологию по увеличению рекордов в жиме лёжа на больших весах к обучению подтягиваниям. И не учёл тот факт, что подтягиванием люди учатся гораздо быстрее. Даже если взять аналогию с качалкой, если человек просто приходит в зал, вообще вот, ну, практически не тренировался, там, средней формы, да, и хочет присесть, там, пожать, я не знаю, становую сделать с весом 40 килограмм вначале, да? И ему вначале будет тяжело, когда он не умеет это упражнение делать, ему 40 килограмм будет тяжело. Но прогрессировать, допустим, от 40 до 80 килограмм, он будет гораздо быстрее, чем человек, который, допустим, уже жмёт на своём пределе 140 килограмм от груди и хочет увеличить до 150. Потому что он уже находится в конце вот своего спектра возможностей, и ему прибавлять там очень и очень тяжело. А с 40 до 80 человек увеличивает, он находится в начале, там, ну, в середине своего спектра, да? И, соответственно, у него очень быстро, гораздо быстрее идёт процесс обучения. У меня есть ощущение, что та же проблема возникла здесь, в подтягиваниях, когда Дмитрий составлял программу, он составлял её, исходя из того, что раз человеку очень тяжело сейчас подтягиваться, и он делает небольшое количество повторений, то он будет медленно и постепенно прибавлять. А это не так. Вот если человек уже на пределе своих подтягиваний, да, или он подтягивается с большим весом небольшое количество раз, и это предел его сил? Тогда, наверное, да. То есть, есть подозрение, что его программа отлично подойдёт для тех, кто, допустим, хочет подтягиваться плюс 50 кг, да, с большим весом, с очень большим весом. И вот тогда он будет действительно делать небольшое количество подходов, небольшое количество повторений, огромный отдых, без особенно дополнительных упражнений, потому что он будет очень сильно уставать на этих ключевых. И эта программа будет очень похожа на то, что делают в троеборе Насколько я знаю, я в этом особо не разбираюсь И тогда это да, это имеет смысл Но если мы говорим про упражнения с собственным весом и про новичков То вот нет Мне кажется, здесь очень много моментов, которые можно улучшить Которые можно добавить, не только не потеряв эффективности программы Но наоборот улучшив ее, повысив эффективность, ускорив прогресс Просто за счет добавления дополнительных упражнений, которые позволят новичку Лучше чувствовать свое тело, разрабатывать нейромышечную связь И одновременно прокачивать силу всех тех мышц, которые участвуют в подтяге Это мое мнение В отличие от научных разборов, когда мы говорим о программах тренировок Здесь это вопрос мнения, вопрос эффективности Можно, конечно, проводить конкретные исследования И я уже предложил вам поучаствовать в одном таком исследовании Слэш-эксперименте Но в конечном итоге все будет сводиться к собственному опыту Объясню, почему я не очень люблю эксперименты И вообще не считаю результаты экспериментов именно в части программ достойными внимания Потому что мы не можем контролировать, насколько на самом деле выкладывались люди То есть человеку может казаться, что он выкладывается на свой максимум И делает все от него возможное А в действительности он будет не выкладываться до конца То есть в примере том же с подтягиванием Если мы говорим про подтягивание на максимум Это значит, что ты подтягиваешься до тех пор, пока ты можешь висеть на турнике Когда ты уже не можешь висеть Когда у тебя руки сами отпускают турник Вот ты просто не можешь больше держаться Это значит твой максимум Это значит, что ты все уже выжил из себя что мог Большинство же людей спрыгивает с турника Когда они вот попотягивались, устали Весь этим дальше не хочется особо Они спрыгивают с турника и все, и считают, что это максимум Но это не максимум Это вот пример того, почему я не доверяю исследованиям на конкретные программы Потому что я не могу контролировать, что люди действительно выкладывались на полную Поэтому качество таких исследований, конечно, будет не самым высоким Но провести его, провести такой исследований, эксперимент Я бы все-таки вам предложил Кому интересно, пишите в комментариях Свое мнение по программе Дмитрия Головинского я также изложил У него есть еще один ролик про увеличение количества потягивания с 12 до 24 Если вам будет интересно, то пишите в комментариях Я сделаю на него разбор также Остается только сказать, что на дворе уже осень, скоро зима Поэтому нужно думать, в чем вы будете тренироваться на улице И у нашего спонсора магазина WorkoutShop.ru Где вы найдете лучший инвентарь для тренировок Также появились новые зимние толстовочки Workout Вот такие вот Главной особенностью которых является капюшон С усиленной защитой горла от ветра Видите, здесь один слой, а вот здесь еще внутренний слой Чтобы ветер, дождь, снег ничего вам не мешали И плюс они удлиненные Поэтому ваша поясница всегда будет оставаться закрытой Даже когда вы делаете потягивания Что очень важно, если вы не хотите себе ничего застудить Заказывайте по ссылке в описании, пока еще есть все размеры в наличии И будете очень довольны своим выбором На этом все, с вами был Антон, канал Street Workout Пока Субтитры сделал DimaTorzok